Новая школа в селе Гильбах Кизелюртовского района готова к эксплуатации. Образовательное учреждение осмотрел временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев. Главу региона сопровождали руководитель администрации, главы и правительства Владимир Иванов, вице-премьер, министр образования и науки Умпазиль Амарова, представители муниципалитета и депутаты Народного собрания. Все подробности у Сакинат Малаевой. Строительство школы было начато в 2008 году в рамках республиканской инвестиционной программы. За два года сдали под ключ только учебный корпус, а спортивный из-за нехватки финансов не смогли завершить. Возобновили строительство в мае этого года. За это время удалось завершить волейбольные и футбольные поля, провести необходимые работы в спортзале. Прио главы республики подарил школе спортивные мячи. После осмотра корпуса Владимир Васильев провел совещание с участием директора школы, главы района и депутатов Народного собрания от муниципалитета. Руководитель образовательного учреждения Зазахи Изреева поблагодарил за помощь в завершении долгостроя. Решились эти все проблемы. Вот эта котельная, которая была временной опасностью, которая представляла, не было датчиков загазованности. Пожарная сигнализация была неисправна, она не срабатывала ни на что. Она уже работает, они ее заменили. Все вот эти светильники заменили на светодиодные. Это же прекрасно. Экономия для зрения хорошо. Когда одно за одно эти проблемы решаются, знаете, свет на душу, желание работать. Завершился рабочий визит пресс-подходом. Руководитель республики высоко оценил проделанную работу, отметил также эффективное взаимодействие между главой района и депутатами в реализации республиканской программы «100 школ». Мы решили за счет финансирования из бюджета, то, что могли, по 2 миллиона на каждую школу выгодить, плюс привлечь средства бизнесменов, благотворителей, ресурсы районов и построить хотя бы 100 школ. Для них построить, отремонтировать, привести их в такое надлежащее состояние. У вас две такие школы. Очень приятно, что вы их завершаете. По словам главы муниципалитета Магомеда Шабанова, на средства спонсоров в районе удалось немало сделать. Меценаты всегда готовы поддержать строительство социальных объектов. К следующему году будет сдан большой парк на трех гектарах. Практически 70% расходов взял на себя сам депутат. Другое то, что вот по 100 школам у нас, Мурат Магомедович Пайзулай, он по 100 школам Матсеевка полностью двор на себя взял и пристройки к школе взял на себя. Это огромная помощь. Таких денег, допустим, ни у государства, ни у муниципалитета сегодня нет. Общий муниципалитет. Более того, я хочу вам сказать, что мы собрали депутатов районного собрания, обсудили тот проект главы республики, депутаты районного собрания и заявили, вот там 14 классов в помещении, каждый депутат на себя взял один класс. Они говорят, мы будем делать. Очень важно то, что начали выделять внимание больше роли учителя, роли директора школы. И хочу поблагодарить и главу республики за то, что был и придуман, и сделан этот проект 100 школ. И хочу поблагодарить, конечно, главу администрации нашего района. С ним очень комфортно работать за то, что он сумел объединить людей вместе и заинтересовать. Напомним, до начала сентября среди долгостроя планируется завершить 7 школ. Дополнительные средства на эти цели поступили в бюджет республики по обращению Владимира Васильева в Государственный дом страны.